Ветераны таможенной службы С чем ее поздравляет Гека на страницах StopGameru Саппортов надо беречь и баловать вниманием А то перестанут хилить, дабафать и пиши пропал внутриигровой прогресс Почему в названии нет ни слова о Far Cry 5, хотите спросить вы? Ну, Дима Кунгуров по этой теме уже успел проехаться вдоль и поперек Досконально изучить имеющуюся на данный момент информацию И поведать вам все самое интересное в отдельном видео Которое прячется где-то рядом Ссылку на всякий случай я оставлю в описании инфакта С момента первой демонстрации геймплея Destiny 2 Фанаты начали кусать себе локти И выплескивать некрологи сиквела Судьбинушки на форумы Поводом послужили слова разработчиков о том Что в игре не будет выделенных серверов А это чаще всего означает, что работать сетевой режим будет по системе peer-to-peer Со всеми вытекающими проблемами синхронизации, читерства, нестабильного пинга и остальных прикольных фич, которые рушат мультиплеер к ядрене фене Ведущий дизайнер Destiny 2 ожидаемо дал официальные комментарии Суть в том, что текущую систему он при всем желании не может назвать выделенными серверами Это скорее гибрид, в котором серверы задействованы для отслеживания и фиксации игрового прогресса Но обработка перемещения героя и его способностей лежит на плечах локального клиента То есть устройства пользователя Что улучшает отзывчивость управления, но в то же время игроки не должны страдать от смены хоста Bungie ни в коем случае не экономит баблишко на выделенных серверах Наоборот, она нехило вложилась в подобную инфраструктуру И вообще впервые используют для геймплея облачные технологии Да и работают над реализацией сетевых режимов неглупые люди Которые и стабильность обещают достойную, и читеров грозятся в узде держать Хотя всякое дерьмо может случиться, конечно Но как минимум представители Bungie заверили комьюнити, мол Эх, полегче, мы как бы знаем, что делаем Разработчики Metal Canedge внимательно рассмотрели все отзывы и пожелания пользователей И внесли ряд значительных улучшений в свой многопользовательский боевик на колесах Игра не так давно стала бесплатной А всем, купившим ее в свое время за деньги Вернут их в виде внутриигровой валюты в ближайших обновлениях Весь старый прогресс стерт, так что новички сейчас находятся в одинаковых условиях с ветеранами Metal Canedge переехала на новый физический движок, существенно улучшающий управляемость машин В игру были возвращены старые режимы Deathmatch и одиночный заезд А также введен новый, доминирование А в придачу к нему и свежая карта В дальнейшем локаций будет еще больше В доминировании авторы постарались совместить элементы классических моба с драйвовой шутерной механикой Участвуют в сражении от 6 до 12 игроков, разбитых на две команды В центре внимания 5 турелей, которые нужно захватить раньше, чем противники Турели больно бьют, а враги кусаются, не желая отдавать их неприятелю Так что для победы необходимо действовать слаженно и разделять роли между участниками сражения Стараться не умирать, прикрывать союзников, использовать пауэрапы, разбросанные по карте И вообще напрягать извилины хоть чуть-чуть Так что наш радужно-осадный деград-отряд в скором времени и в прямом эфире Отправится в доминирование восстанавливать мозговые клетки Следите за расписанием стримов А пока можете сами заценить новый переработанный баланс машин в Metal Carnage Выбрать себе один из множества классов по душе и тачку по вкусу Ссылка в описании Injustice 2 уже успела обосноваться в игровой библиотеке любителей файтингов А кто-то уже наверняка задрочил игру как только мог И готов встретиться с серьезными противниками Возможность показать себя и отхватить призов предоставляет Soft Club и сеть магазинов M-Video Которые проведут турниры по второй Injustice в Новосибе, Самаре, Екатеринбурге и Питере Адреса и даты проведения мероприятий вы можете узнать в нашей новостной ленте А я в качестве стимула могу сообщить, что трое лучших игроков каждого соревнования получат призы от организаторов турнира А победителям достанутся приглашения и оплаченные поездки на всероссийский турнир Moscow Fighting Arena 2017 Который состоится в Москве 8 и 9 июля Darkest Dungeon, одна из лучших инди-игр прошлого года, уступившая в народном голосовании лишь Пожнадзору И не собирается останавливаться на достигнутом 19 июня для игры выйдет первое дополнение под названием The Crimson Court Однако лишь на персональных компьютерах Версия для консолей от Sony по техническим причинам появится лишь в июле Технические причины заключаются в том, что запуск DLC явно выявит какие-нибудь неполадки Которые на ПК можно исправить оперативно, а в PlayStation Network не совсем Так что консольная версия выйдет попозже, но зато сразу с рядом исправлений на борту В состав The Crimson Court войдет Новый класс героев Новый блуждающий босс Новый регион с подземельями Новая фракция супостатов И четыре уникальных босса С самыми сложными на момент выхода механиками А также новые карты, престижные строения И комплекты экипировки, которые связаны с историей игры Без подробностей и наглядной демонстрации нововведений Разработчики нас не оставят Хотел бы я еще рассказать про Prey 2 Ей уже не суждено появиться на свет Но команда разработчиков, трудившаяся над сиквелом космобоевика об индейце Томми Недавно поведала просто кучу всего интересного о том, каким он мог бы получиться И про завязку сюжета, и про твисты, и про концовку, и про внутриигровые механики То есть раскрыла столько засекреченной доселе информации, что никакого инфакта для ее пересказа не хватит Но вы можете ознакомиться с темой, если перейдете по ссылке из описания Всем неравнодушным и к той самой Prey, и к Prey текущего года Советую этим сейчас и заняться А я не стану вам мешать Всем пока, увидимся на СтопГеймРу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok